Спасибо большое. Я буду говорить очень коротко о современных вопросах, в частности, о скрининге рака. Это общее представление. И, прежде всего, я хочу поблагодарить за то, что меня пригласили на этот конгресс. Я уже в четвертый раз присутствую здесь. Это действительно очень интересно посмотреть, что происходит в сфере онкологии, в частности, при профилактике рака и скрининга рака. Мы очень близко находимся рядом, мы, соседи, это 2,5 часа на поезде, и вы в Хельсинки. Поэтому мы соседи, близкие соседи, поэтому мы можем поделиться той информацией, теми тенденциями, которые существуют в этой сфере у нас, в Финляндии. Я хочу поблагодарить профессора Зоридзе за то, что меня пригласили сюда, за то, что мы обмениваемся теми данными и тем опытом, который у нас имеется. И как вообще подходить непосредственно к проблеме скринирования рака и, прежде всего, первичной профилактике различных злокачественных заболеваний. Что касается глобальной перспективы, мы говорим о том, что количество заболеваний раком увеличивается со временем. И в 2015 году было подсчитано, что 15,2 миллиона новых случаев раковых заболеваний возникали, и эта тенденция будет повышаться. Необходимо, конечно, сделать очень много в отношении стареющего населения, в отношении увеличения продолжительности жизни в данной сфере. И как в предшествующей презентации было сказано, что существуют положительные тенденции в сфере профилактики. Цели определенные поставлены, но они пока еще не достигнуты. Конечно, существуют определенные факторы риска, и они четко определены уже сейчас. Но основные причины все-таки до сих пор неизвестны. Очень важный вопрос в глобальном масштабе – это, прежде всего, диагностические мероприятия. По выявлению ранних стадий онкологических заболеваний существуют вопросы неравенства в данной сфере. В одних странах имеется хороший доступ к ранним диагностическим процедурам, и в других странах этого не происходит. Что касается скринирования в сфере онкологии в рамках профилактики рака, наиболее важно, прежде всего, снизить смертность от инвазивных форм рака, в частности, например, от рака шейки, макия, колоректального рака. Также необходимо улучшить наши диагностические мероприятия, интервенационные мероприятия в группе риска и в сфере раннего выявления патологии. Также очень важно, когда мы говорим о скринировании рака, прежде всего, необходимо оценить и улучшить качество жизни. Если рак диагностирован на ранних стадиях, то мы можем применять менее инвазивное лечение, менее агрессивные тенденции и избежать, прежде всего, побочных эффектов и осложнений. Также, конечно, существуют и негативные тенденции в сфере скринирования рака. И опять же, я говорю о том, что нам нужно улучшать раннюю диагностику, улучшить качество жизни, снизить неравенство среди различных сфер населения. В большинстве программ по скринированию рака проблема заключается, прежде всего, в диагностике. И на самом деле, если мы будем просчитывать экономическую тенденцию, то экономический аспект выходит на первое место. необходимо, прежде всего, принимать во внимание превентивные меры в сфере ранней диагностики. Существуют классические критерии в отношении скринирования, которые были опубликованы в 2008 году в Амстердаме. И также существует очень много последних редакций данных рекомендаций. Прежде всего, программы скринирования должны отвечать тем потребностям, которые существуют в обществе. Цели скринирования должны быть четко определены. необходимо определить целевую группу, целевую популяцию населения. Критерии также должны соответствовать последним научным разработкам. Когда мы говорим о программах скринирования, нужно принимать во внимание как клинические услуги, тестирование, образовательные программы. Необходимо повышать осведомленность населения в отношении существующих программ по скринированию. Также мы говорим о системе страхования, о качестве системы страхования, механизмов, которые смогут снизить и минимизировать потенциальные риски в рамках скринирования. Также существует категория граждан. которые должны быть не только информированы, но должны быть активно привлекаться в рамках программы скринирования в программу скринирования. Также необходимо достигнуть международного консенсуса в отношении основных тенденций скринирования. Когда мы говорим о популяционном скринировании, то основной момент должен быть прежде всего направлен на доступность программ скринирования и определение целевых категорий, которые должны быть приоритизированы в рамках программы скринирования. И опять же хочется подчеркнуть, необходимо стереть границу неравенства, повысить доступность программ скринирования и информированность населения о необходимости принятия участия в данных программах. Также нужно разработать план оценки эффективности программы и гармонизировать все усилия, направленные на проведение широкомасштабного скринирования в отношениях различных форм рака. Когда мы говорим о эффективности, и эффективности прежде всего программ, нужно разработать стандарты по оценке. Прежде всего мы говорим о индексе смертности, в частности было показано, что в рамках рандомизированных клинических исследований на основе доказательной медицины, что нужно разработать эти критерии, определить группы, которые должны быть четко подвержены скринированию. Что касается онкологических заболеваний, скринирования в рамках онкологии, побочные эффекты могут быть очень серьезными, и нам нужно понимать, что этот индекс смертности иногда сложно оценить. Что касается рандомизированных клинических исследований, нужно определить определенные стадии скринирования. Очень часто этот период рандомизации в рамках клинических исследований очень длительный, от 5 до 10 лет, а иногда даже и больше. И это неприемлемая тенденция, если мы говорим о долгосрочном тенденции, о долгосрочном периоде. Нам нужно транслировать эту информацию, доносить эту информацию. Очень важно оценить рутинные тенденции, рутинные мероприятия, которые применяются на каждодневной основе. Нужно разрабатывать те инструменты, те услуги, которые будут доступны для широкого населения. Несмотря на проведение рандомизированных контролирующих исследований, все равно существуют еще проблемы в оценке эффективности скринирования. Для этого требуется время, и, может быть, нужно разрабатывать новые методы и новые разработки по оценке эффективности качества скринирования. Существуют достаточно конкретные дискуссии в отношении различных программ скринирования в сфере тех или иных онкологических нозологий. И клинические исследования, они не всегда нам предоставляют результаты в отношении эффективности программ скринирования. И, к сожалению, данные проблемы эффективности контроля и оценки, они варьируют от центра к центру проведения клинических исследований. Поскольку в рамках клинических исследований возникают побочные эффекты, которые не всегда должным образом оцениваются. Существуют определенные международные критерии, но международные критерии скринирования рака нечетко определяют те критерии оценки и те возможности измерения эффективности скринированных программ. И нет никаких пороговых величин, которые бы были разработаны в связи с рекомендациями. Некоторые примеры вариаций с точки зрения ресурсов, которые существуют на уровне стран Европейского Союза. Большинство стран Европейского Союза принадлежат к очень высокому индексу человеческого развития. Например, вариация, например, ВВП на душу населения очень большая. Например, 7800 долларов США в Болгарии до 5600 долларов в Дании. И это может быть совершенно по-разному. То есть вариации могут в 10 раз отличаться. И также расходы на душу населения в системе здравоохранения также имеют большие различия. Соответственно, и не только в государственные расходы, но и расходы в частном секторе. То есть вариации составляют 10-кратную величину. Поэтому экономические оценки проходят в разных ситуациях. И мы не всегда знаем, как принимать решения и проводить анализ и используются ресурсы. Я считаю, что необходимы дискуссии в отношении качества. Что мы подразумеваем под обеспечением качества? Результаты скрининга будут удовлетворительными, если 10-20% расходов будут тратиться эффективно, соответствующие с европейскими рекомендациями в отношении оценки качества при скрининге рака. Необходимо развитие и поддержание информационной системы, организации этой системы. Необходима регистрация в существенной информации в отношении мониторинга и оценки качества. Это ключевые моменты. Также управление качеством в сфере клинической практики диагностики. Есть еще и другие потребности. Например, разработка системы регистрации случаев рака на основе популяции и, естественно, использование клинических услуг вне скрининговой программы. Необходима структура оценки, инфраструктура. Также необходимы стандарты и стандартные операционные процедуры. Необходимы регламенты, необходимы инструкции по управлению качеством развития и реализации и внедрения. Необходима также отчитываться о индикаторах, о ключевых показателях эффективности, базируясь на европейских и национальных стандартах. Необходимы ретроспективные оценки эффективности программ и компонентов этих программ, а также проспективная оценка новых скрининговых методов политики и организационных моделей. Необходима реализация многих компонентов. Если говорить о реализации скрининга, то в сфере раковых заболеваний это долгосрочный процесс, длительный процесс. И был европейский отчет, сделанный в сфере скрининга. И вся ответственность с отчетом может занять 10 или более лет для реализации скрининговой программы на национальном уровне на основе популяции. Должна быть трансляционная фаза планирования, затем обоснования и пилотные программы. после этого необходима имплементация на более широком географическом уровне. Да, конечно, очень много примеров таких программ происходит в маленьких странах, а если взять такую большую страну, как Россия, это может потребовать еще больше времени, но, тем не менее, должны быть четкие конкретные пути, которые позволят решить вопросы скрининга на основе и программы реализации в Финляндии. Что мы делаем? У нас 5 миллионов населения, ну, так же, как в Санкт-Петербурге, такое же население, то есть стадия планирования занимает очень много времени, и она, в принципе, очень длительная. Что касается пилотных фаз, в нашей стране она занимает от 3 до 5, иногда и 10 и более лет. Это зависит от реализации, насколько и так же от исходов оценки, и после этого идет реализация на национальном уровне, который занимает 5-10 лет. То есть начало от решения на часть программу может иногда и весь этот период может занимать более 10 лет от самой идеи до реализации, но использование таких стандартных протоколов и методов действительно работает. Мы видим, что скрининг в таком случае может работать очень успешно. Что касается будущих проблем в европейском контексте, рутинный скрининг груди, шейки, матки, колоректального рака должен быть организован, но при этом необходимо решить следующие проблемы. как наиболее оптимально организовать этот процесс, особенно в тех странах, в которых нет еще опыта. Я надеюсь, что многому научимся сегодня в этом смысле. Следующий вопрос, как оптимизировать программы, реализация альтернативных и новых технологий и как реализовывать новые методы. это очень важно, потому что существует возможность получить больше плюсов по сравнению с использованием уже старых традиционных методов. Также необходимо осуществлять скрининг легких простаты, желудка. Эффективность уже продемонстрировала. Например, экономика, такие сферы, как экономика и баланс вреда и пользы и факторы модификации должны быть в нашем фокусе. И, безусловно, есть много факторов, которые могут нарушить такой баланс. Здесь необходимо соблюдение оптимальной стратегии, поддержание оптимального баланса. Другие другие виды рака требуют постоянного исследования и аналитической и клинической валидации, а также исследования эффективности. И мы должны работать последовательно и постоянно с точки зрения разработки новых потенциальных скрининговых программ. Но естественно мы должны понимать, что до сих пор не было еще консенсуса в связи европейских рекомендаций. мы еще не совсем готовы. Спасибо. Спасибо. субтитры